Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о турецкой пряже фирмы Alize. Называется серия Diva Baby. Так как вы уже поняли по названию Baby, то здесь пряжа с обработкой гипоаллергеной подходит для вязания детских вещей. Моточки 100 граммовом, 350 метров. Пряжа достаточно в отличии от обычной дивы. Пряжа мягенькая, нежная, имеет такой вот шелковистый оттенок, красивый, как мерсеризированный хлопок. Но на самом деле это 100% микрофибра, 100% полиакрил. Здесь пряжа предоставляется производителям, что можно ее, как и всю пряжу для ручного вязания, стирать руками. Но при этом можно и гладить. Мне, честно говоря, понравилась эта пряжа в работе. Что касаемо нюансов по ходу работы, в принципе, бралась эта пряжа для вязания детского платья, но, честно говоря, по ходу вязания я это передумала. Связав несколько красивых мотивов, я остановилась на обычной такой вот рюшечке из веерочков и получилось платье такого, я бы сказала, грубого вязания. Что касаемо для любителей красивых нежных ажурных платьишков для детей, то эта пряжа не для вас. Возможно, вы хотите немножечко тоньше, соответственно, из-за этого получается, скажем так, более нежное платье. Эта пряжа достаточно толстенькая, вот посмотрите она какая. И мне кажется, что эта пряжа более подойдет для вязания спицами, нежели крючком. Она достаточно толстая и красиво ложится именно спицами. Производители рекомендуют спицы варьировать от 2,5 до 3,5. Вот, в принципе, здесь соглашусь, с тройкой с половиной я не вязала, но думаю, что двойкой с половиной, тройкой это вполне реально. Подходит пряжа для вязания как детских вещей, так и летних топов для взрослых людей. То есть, в принципе, благодаря своей красивой цветовой гамме выбора вот эта пряжа, очень имеет такие вот, я бы сказала, специфические цвета, неприродные. Но за счет этого и соблазняется, скажем, человек ее купить. Вот, здесь у меня вот в руках бирюзовый цвет. Камера немножечко искажает цвета, вот передаваемость. Но, честно говоря, вот в руках у меня такой нежный, красивый бирюзовый цвет. Даже цвет такой, я бы сказала, морской волны. Вот, есть еще в этой гамме красивые малиновые цвета. Также, помимо ярких цветов, есть и нежные цвета, которые тоже подкупают, скажем, своей красотой. Вот, ну, пряжа, в принципе, достаточно красивая. Можно из данной пряжи вязать какие-то различные кофточки, опять же, такие платьюшки с пиццами. Возможно, если вы хотите связать более такую грубую ажурную платьицу крючком, то можете, конечно же, попробовать. Благодаря своему метражу и толщине, то у вас изделие получится достаточно быстро. Вот, она непривередливая в работе, мне очень понравилась. И вот, как и все пряжи для ручного вязания, производитель рекомендует стирать также руками изделие из нее. И здесь написано, что можно гладить. В отличие от многих акриловых пряж, то здесь написано, что можно гладить. Вот, вот у меня цвет 287, достаточно красивый, как на мой взгляд. И также из данной пряжи я могу сказать, что можно вязать, как и из любых акриловых, скажем так, ниточек, можно вязать различные аксессуары. Мне нравится эта пряжа, опять же, таки повторюсь, она очень мягкая, нежная, непривередливая. Вот, что могу сказать, в принципе, пряжей я осталась довольна и буду пользоваться в дальнейшем. Кто, что вязал из этой пряжи, можете прокомментировать. Оставьте в комментариях также свои, скажем, впечатления при вязании. Вот, конечно же, не забывайте лайкнуть, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Будет много чего нового и интересного. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!